В Ненецком округе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню воинской славы и Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие представители органов власти, общественные молодежные организации, ветеранские объединения, добровольцы, студенты и школьники. Тему продолжит моя коллега Наталья Кислякова. Юнормеец Глеб Мариничев прочитал стихотворение Михаила Светлова «Неизвестному солдату». Сам юноша еще не служил, а о Великой Отечественной войне узнал от бабушек и дедушек. Глеб признается, пока живопамять, никто не будет забыт. Мы должны помнить, потому что пока мы помним, это не повторится. А мы должны помнить о каждом. Пусть мы не знаем их фамилии, пусть они пропали в бездости, но мы должны помнить о их подвиге, о их бессмертном подвиге, возложенной на алтарь Отечества. Ежегодно 3 декабря в России вспоминают о воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В рамках Всероссийского патриотического форума в День неизвестного солдата в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония презентации основных событий и мероприятий 2020 года, объявленного Годом памяти и славы. В Ненинском округе состоялся торжественный митинг. И они достойно выполнили свой долг перед народом, перед своей страной. И сегодня мы чествуем наших героев, мы помним о них и мы в вечном и неоплатном долгу перед ними. Кому, как ни поисковикам, лучше всего известно, сколько безымянных солдат лежит в болотах Синявина, в лесах Новгородской области, на Псковщине. Да где только не лежат наши солдаты, лежат тысячами и сотнями тысяч. Я могу сказать, что один раз за вахту в две недели, 14 дней, мы похоронили 500 солдат. 500. Именно поисковики получили поддержку в государственном масштабе. И этот день в 2014 году стал памятной датой в истории России. День неизвестного солдата. Мы вспоминаем всех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе боевых действий. Ушедшие живы, пока живет память. Важно помнить их ратные подвиги и их имена. Воспитывать и рассказывать о них подрастающему поколению. Добавлю, завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к обелиску победы. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».